Приветствую вас на канале Календарио! Я рада, что вы снова зашли на мой канал, чтобы посмотреть это последнее видео по шоу Маска. Да, все, финал закончилась, маска второй сезон, только что буквально мы узнали, я узнала, кто скрывался под всеми масками. Хороший был последний выпуск, многих я угадала, но были и сюрпризики все-таки для меня. Сегодня все подробно разберем, у нас целых 4 маски будем разбирать их сегодня. Но начать я хочу с того, что вспомним, какие вообще были маски в этом сезоне, а их было изначально 14, в каком порядке они выбывали, чем они нам запомнились. Небольшую нарезочку сразу хочу вам предложить, не откладывая, посмотреть, как это было, как выступали наши маски и кто оказался под этими масками. Смотрим. По щекам мне бьет, бьет. И так. И тут мы бэк турист от Лэнда. Иосиф Пригожев! Да! Ах, мама, мама, как же ты была права, ах, мамочка, насамочка… Ну, какие тебе? Канита, да? Это певица Азиза! Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Ай-ми море над этой кроватьом. И вот этот момент. Это народный артист России, любимый Юрий Стоянов. Маску, маску! Да ладно! Барабан! Ольга Пузова! И это Марина Кравец! И вот я всюду званый гость на именина. Маску, маску, маску! Кто? Ну? Ну? Я! Ирина Куцова! Он твой, словно я разголок, я ничего не вижу, сам себя я ненавижу. Марк Кишман! Какая светлая печаль, и музыка воспоминаний. Маску, маску, маску! Аху! Аху! Кирилл Ториченко! Аху! 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 Ребята, сегодня нам есть о чем поговорить, прямо много-много-много. Я долго думала, каким сделать это финальное видео, решила не отступать от традиции, делать то, что, наверное, уже многим понравилось, так как сейчас на моем канале уже две тысячи подписчиков. Я не ожидала, что будет так. Я безумно вам всем благодарна. И сейчас хочу начать сразу с четвертого места. Я думаю, что, конечно же, все уже посмотрели, собственно, финал, последний этот выпуск. И давайте вот начнем в том порядке, в каком маске вы бывали. Вообще, все вы знаете, да, в финале была такая система. Сначала четыре выступления, потом жюри решали, кто занял четвертое место. Единогласно, кажется? Нет, не единогласно, нет, ошибаюсь. В общем и целом, жюри приняло решение, что четвертое место займет Зайц. И под маской Зайца... Нет, сначала я вам покажу, что я говорила на протяжении всего этого сезона во всех своих видео, что я говорила о Зайце и что я думала. Смотрим. В общем, напомню, что я все-таки продолжаю склоняться к тому, что в Зайце Батрудинов. Что я думаю 101 процент, что там Тимур Батрудинов. Я напомню, что для меня это уже 1500 процентов, что это Батрудинов. Заяц это Батрудинов для меня. Это как Юля Паршутов-Змея, а также Тимур Батрудинов с Зайц. Да, 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 это был именно Тимур Батрудинов. Как я, как я рада была его видеть. Я никогда не думала, что так буду рада видеть Тимура Батрудинова. Классный человек, на мой взгляд, очень интересный и оказался очень разносторонний, очень талантливый. Он такой воспитанный. И так было приятно наблюдать вот за снятием маски. И вот это его финальное заигрывание жюри еще прежде, прежде чем с него сняли маску. Замечательно, я очень рада, очень рада. И последнюю песню он классно спел. И хочу напомнить, что мы с вами делали досье на Зайца. Там у нас были основными претендентами как раз Тимур и Стас Ярушин. В каждом из досье мы с вами голосовали, лайки ставили под комментариями за того или за иного. И в том досье победил также Тимур. Я, конечно, понимаю, что, может быть, кто-то пропустил вообще эти комментарии. Может быть, кто-то... Ну, в целом, вообще много было комментариев, очень много различных версий вы писали. Но именно по этим лайкам побеждает тоже Тимур с счетом 79-20. Но, кстати, больше всего лайков набрал комментарий от Стаса Ярушина, который сказал, что Заяц, то это все-таки он. Тем самым, немножко, конечно, подрастроив приверженцев этой версии, потому что, конечно, маски не имеют права до финала об этом рассказывать. Поэтому это Тимур. Я рада безумно. Очень сильно я рада. Я не знаю даже, как передать, что я рада. Потому что очень часто я говорила о том, что в Заяце Тимур. И, тем не менее, делала различные сравнения, которые вы мне просили. И сравнивала и со Стасом Ярушиным тоже. Кстати, вообще рада. Рада, что были другие версии. Потому что я, например, познакомилась со Стасом Ярушиным с другой стороны. Открыла его для себя с другой стороны. С Вадимом Галыгиным, например, многих тоже, думаю, познакомила. Еще раз вспомнила этого прекрасного человека. В общем, все сложилось замечательно. Лучше и быть не может. Я безумно рада. Но сейчас мы должны разобрать подсказки от Зайца. Мы их уже, наверное, тоже 50% от них разбирали в досье и именно так и расшифровывали. Но сейчас я быстренько, без лишних вот этих вот моих разговорчиков, пробегусь по подсказкам. Так как каждый выпуск мы всегда это делали. И я думаю, что было бы странно, если вдруг про 4 финальные маски мы бы забыли и не сделали бы этого. Многие, может быть, ради этого меня и смотрят. Поэтому подсказки от Зайца. Подсказка, которую я, например, не расшифровывала. Я помню эту фразу, но мне она оказалась какой-то просто проходящей фразой. Знаю я сети пауков, наплетут три короба так, что потом не размотаешь. Я вам сочувствую, официально заявляю, лично я ничего не плету. И оказалось, что подсказка расшифровывается в том, что Тимур Батрудинов не ведет в социальные сети и очень редко там появляется. Очень интересно, зову Лера, но мне понравилась подсказка. Ну, я бы не догадалась, наверное, что она значит. И, кстати, среди того, что я читала, не видела ни разу такую расшифровку подсказки. Классно. Следующая подсказка, которую мы затрагивали. Бывает, в гости приходят другие звери, мы барабаним вместе, кайфуем, веселимся. Я говорила, что в пользу Стаса это расшифровывалось, как его шоу на YouTube. Мне потом написали, что это, скорее всего, про ошуительное хоу. Я не ошиблась. Где Тимур вместе с Гариком ведет подобного рода программу. Но оказалось, что Тимур Батрудинов один из резидентов Камди Клаб. И все вместе они еженедельно поднимают настроение всей стране. Все проще, чем мы думали. Кстати, вообще, в принципе, что касается всего сезона, все гораздо проще, чем мы думали. Частенько, ребятки, мы с вами усложняли. Следующая подсказка. Я в хорошей форме, потому что с детства занимаюсь спортом. Я назначаю, что Тимур Батрудинов занимался плаванием. Об этом я, по-моему, не говорила, но много об этом писали мне в комментариях. Поэтому, вы считайте, тоже угадали. А вот подсказка, по-моему, наикрутейшая, вот лучшая из всех, наверное, что вообще в этом сезоне прозвучали. Мы были молодыми, бедными, но свободными зайцами. И она означает, что Тимур Батрудинов играл в команде КВН Незолотая Молодежь. Ни разу я не видела, если, конечно, вы об этом писали, вы меня извините, но, правда, ни разу не видела, чтобы кто-то расшифровал эту подсказку так. И вообще, кто-то вспоминал про то, что Тимур Батрудинов участвовал в команде КВН Незолотая Молодежь. Вот мимо меня абсолютно прошло. Мне понравилась подсказка. Мне понравилось, как ее расшифровали. Классно. Тоже интересная подсказка о том, что, например, Тимур Батрудинов все-таки попадает в ящик. И она означает, что Тимур снимался в фильме «Зомбо-ящик». Про ящик мы с вами говорили, но я не думала, что здесь такая игра слов. И про этот фильм, конечно, я, честно говоря, тоже не вспоминала. Следующая подсказка. Есть у меня одна знакомая семья. У них заврядные имена. И вот это вот очень много раз мы уже про это говорили. И это было именно так, как мы с вами уже расшифровывали в досье. Собственно, Тимур имел эпизодическую роль в сериале Саша Таня. Отлично. А еще люблю фильмы про большую-пребольшую любовь. Тоже именно так мы расшифровывали. Фильм «Лав» в феврале двадцать первого года с участием Тимура вышел. Помните, я вам еще говорила, что уникальная подсказка, что, скорее всего, она будет так расшифровываться, но она одинаковейшим образом расшифровывалась и в пользу Тимура, и в пользу Стаса. Но вот оказался все-таки Тимур. Подсказку, которую мы крутили всяко-разно во все стороны, про зерно сомнений и все такое, помните? Оказалось, что смотреть-то нужно было немножко на другую фразу «по профессии я не работаю». И это означает, что вот Тимур Батрудинов закончил факультет экономики и труда, и сейчас он, конечно, по профессии не работает. Не так важна была фраза «зерно сомнения», как именно фраза о том, что он не работает по профессии. Если я захочу, могу стать хоть слоном, и это означает, что Тимур разлучивал слона Хортона, это мы именно так расшифровывали. И замечательная подсказка, но если честно, вот сейчас уже в последнем выпуске уже я не удивилась. Я побеждала на олимпиаде, означает, что Тимур Батрудинов побеждал на школьной олимпиаде по русскому языку. Я что-то такое ожидала, я не помню даже озвучила это или нет, если честно. Ну вот какие-то такие у меня, бы давало у меня мнение, что, наверное, так и будет, какая-нибудь школьная, университетская или что-то такое не сильно-то значимое. Это вот в стиле второго сезона было. Вот такой вот у нас Заяц был, классный, клевый, я рада безумно, очень меня порадовал. Не был моим фаворитом сначала, но к концу просто влюбилась в Заяца, честное слово. Отличная вообще маска, отлично Тимур в ней отыграл на сто процентов. Ну и давайте, собственно, за финальным Заяца и посмотрим, как был открыт Тимур Батрудинов. Переходим к третьему месту, бронзовый призер второго сезона шоу Маска Змея. Напомню, что я вообще болела за змею, я ее хотела в победительницы. Но третье место заслуженно, достойно. В принципе, я тоже этим довольна, так оно, наверное, и должно было быть. И посмотрите, послушайте, что я говорила на протяжении всего этого сезона. Версии того, что там Юлия Паршута, я не отказываюсь и не откажусь никогда. Кто бы там ни был, для меня это Юлия Паршута. Ну, конечно, тут как зайцем, для меня лично все решено, так сказать. Я все-таки думаю, что это Юлия Паршута. Это однозначно Юлия Паршута. Однозначно. Даже вот вообще у меня нет ни малейших сомнений. Не сочтите это за какое-то предвзятое мое отношение. Но начну я все равно с Юлии Паршута. Я просто хочу, чтобы вы послушали, насколько, насколько это похоже. Это просто, это единственная маска, на которую, вот как мне кажется, я нашла голос, максимально похожий на то, что исполняется под маской. Да, да, ребят, да, это Юлия Паршута. Ой, сколько же мне пришлось вытерпеть, потому что досье на змею мы сделали самым первым. Это еще очень-очень давненько было. И очень много там комментариев. И даже вот посмотрите, сколько лайков. 358 лайков за Юлию Паршуту, 110 за Полину Гагарину, потому что мы именно с Полиной и с Юлей сравнивали змею в том досье. И очень много комментариев. Реально, кого там только не слышали. Там и Полина, там и Лобода. В последнее время она вырвалась вперед. И Светикова, и Дольникова, и ой, мамочки, там чего только не было. Но я твердо стояла на своем, ни капли не жалею, потому что, я не знаю, это вот душой меня вот тянуло к версии Юлии. Потому что я, наверное, как Родригес, который вот так вот на нее смотрел. И когда Регина говорила, что Родригес твой замечательный друг, он все о тебе знает. Вот я примерно тоже, да, вот прям почувствовала, все знала. Я даже не занималась особо расшифровками подсказок, потому что мне достаточно было просто на нее смотреть, ее слушать и слышать там замечательную прекрасную Юлию Паршуту. И что в случае с Зайцем, что в случае со змеей, я даже не переживала. Ну разве что чуть-чуть. Но практически не переживала, когда они снимали маску, потому что стопроцентная была уверенность. Вот настолько сильно я была уверена, что там именно эти люди. И так как, по-моему, даже ни разу вообще ни одну подсказку особо-то не расшифровывали мы на змею, сейчас все будет для меня, для вас, может быть, тоже в новинку о змее. Посмотрим, какие были у нее подсказки. Подсказка. Люблю спорт. Обожаю. Это значит, что Юлия Паршута занимается йогой и другими видами спорта. Подсказка. Было время, когда я жила в огромном серпентаре. Там было много самых разных змей. Вот эту, по-моему, подсказку мы расшифровывали, что Юлия Паршута участвовала в фабрике звезд 7. Подсказка. Я не люблю с кем-то делить сцену. Помню эту подсказку. И тогда очень много обсуждалось, что это какой-то сольный исполнитель. И сейчас Юлия Паршута действительно сольный исполнитель, но раньше она пела в группе Инь-Янь. После ухода вот стала сольной певицей. Сейчас Юлия Паршута поет одна. И вообще мешайте мне здороваться со зрителями. Вообще не обращала внимания на эту фразу. Я даже подумала, как они сейчас расшифруют. Оказалось, что Здравствуй, это первая авторская песня Юлии Паршуты. Знаете, обычно вот когда на песне был намек, там как-то слово хотя бы повторялось в том склонении, в котором оно и употребляется в песне, в названии. Но тут вот слово здравствуй и здороваться. Ну, я не обратила внимания. Не знаю, как вы, кстати. У меня тоже есть награды, но я же не кричу об этом. И это о том, что Юлия Паршута окончила школу с серебряной медалью. Вот у нас есть серебряная медалистка Юлия Паршута, победитель школьной олимпиады Тимур Батрудинов, золотой медалист Марк Тишман, тоже средней школы. Ну, вот так. Я думаю, что это какое-то нерасхожее знание среди зрителей шоу «Маска». Но, тем не менее, подсказка есть подсказка. Рамиль Касимов, мы очень любим тебя и твои подсказки. К концу сезона, буквально середины, я стала понимать все-таки, потому что вначале я была удивлена, возмущена, думала, что это такое, подсказки. И вот сейчас я наконец-то поняла, это все очень тонкая, буквально ювелирная работа, придумывать вот такие подсказки. Просто гениально. Подсказка о том, не то, чтобы я наследная принцесса хитрить не буду, но корона у меня есть, означает, что Юлия Паршута в 2006 году завоевала главный приз на конкурсе «Хрустальная корона Москвы». Много говорилось о том, что Юлия Паршута участвовала в конкурсах красоты. Это напоминает не один город в Америке. Эта подсказка говорит о том, что Юлия Паршута училась и работала в Нью-Йорке. Я знаю, об этом тоже много говорилось среди комментариев. Подписчики так вот расшифровывали эту подсказку. Подсказка про замену обличия, о том, что змея много раз меняла свою шкурку, искусно меняла обличие, означает, что Юлия Паршута принимала участие во втором сезоне проекта «Один в один». Как она принимала участие, кстати, мы смотрели в досье на змею. И вообще все подсказки, которые каким-то намеком были на переодевание и перевоплощение, я всегда их относила вот туда, точь-в-точь, один в один. Для меня это все было туда, вот здесь я попала. В ламе, кстати, не попала, но тут попала, тут прям самое яблочко. Подсказка и, конечно, пару движений мне показали еще в детстве в кружке змеиных танцев, означая, что Юлия Паршута занималась в студии классического танца «Маленький балет». Ну хорошо, ну нормально, почему бы и нет. И подсказка «Знавала я двух братьев из Грузии», об этом мы, кстати, говорили. Их музыка покоряла города и страны, она навсегда осталась в моем сердце. Неправильно я сказала, мы говорили про половину этой подсказки, по крайней мере, я говорила о том, что Юлия Паршута принимала участие в «Фабрике звезд 7» под руководством братьев Меладзе. А вот навсегда название дебютного альбома Юлии Паршуты. Навсегда осталось в моем сердце и навсегда название дебютного альбома. Вот так. Вот как-то было у нас в носороге такое, 50% было расшифровано, 50% нет. И вот у змеи у меня лично тоже так получилось. Ну, в принципе, интересно. Вот и все, вот такие подсказки были у змеи. Словами не передать, как я была счастлива видеть Юлию Паршуту, что все-таки это Юля, потому что не меньше миллиона раз, наверное, я сказала, что это Юля. Каждый раз, когда я говорила, я, конечно, сейчас сравню то, что вы просите. Но я все-таки думаю, что это Юля. И, конечно, это был бы просто грандиозный провал, если бы это было не так. Но все закончится хорошо. Змея, третье место, Юлия Паршута. Давайте посмотрим, как это было, как змея снимала маску. А вот теперь, да, ребята, да, вот теперь, конечно, наступило время удивляться мне. Начну с того, что остались две маски, Лама и Крокодил. И я, кстати, не думала, что так будет, но рада, что так получилось. Первое место, звание победителя шоу-маска, Филипп Киркоров своим волевым решением отдал Крокодилу, оставив Ламу на втором месте, потому что к тому моменту, как, кстати, в первом сезоне, он уже понял, кто находится под маской Ламы и решил, что нужно давать дорогу молодым. С ним, кстати, в этом полностью согласна. До последнего я надеялась увидеть под маской Ламы белые волосики, но нет. Не скажу, чтобы я прям сильно расстроилась. Но я расстроилась, что моя версия в этот раз не соответствует действительности. Давайте начнем с того, что я говорила на протяжении всего сезона. И посмотрите, как меня помотало. Когда я предположила, что там Андрей Аверин. Я до сих пор это предполагаю, несмотря на то, что мне очень много комментариев пишут с другими версиями. Они мне тоже кажутся логичными, но то, что упало мне вот уже на уши, я не могу по-другому уже думать. Не могу еще раз не озвучить, что мне все-таки кажется, что это Андрей Аверин. По поводу Ламы версии у меня нет. Нет вот каких-то таких однозначных, но я знала. По поводу Ламы все-таки я остановлюсь на Глебе Матвейчук. Мне версия с Юсифом и Вазовым, если я сейчас правильно говорю, я еще пока не познакомилась плотно с ним. Но мне эта версия не очень близка. Я сама считаю, что в Ламе находится Глеб Матвейчук. От Аверина до Матвейчука я дошла. И вот момент был, где я говорю, что версия с Юсифом и Вазовым, который, кстати, оказался под маской Ламы, мне она не была близка. Я ее не поддерживала и склонялась к версии Матвейчука до последнего. У нас было, последним вышло досье на Лам. У нас там было 5 претендентов. По-разному тоже голосовали. Кстати, хочу сказать. Ну, наверное, потому что я сразу заявила, что моя версия это Матвейчук. Я очень сильно пыталась ее так продвинуть. И 116 человек в итоге со мной согласились и пролайкали версию Матвейчука. За Ивазово тогда проголосовали 42 человека. И на оставшихся поменьше 18 Басков, Портной 15, Замалинина 7. Но, тем не менее, именно комментариев, поддерживающих Тулин-Универсию, их было еще гораздо больше, чем лайков на этих комментариях. Это я к чему, собственно. Знаете, я выявила человека, благодаря вам и вашим комментариям, выявила человека, с которого там можно потребовать штраф. Сколько он там, 10 миллионов, 20 миллионов. Все нужно потребовать с Игоря Крутого. Сейчас объясню, почему. Сейчас уже можно об этом сказать. Когда вышла досье на Ламу, мне в комментариях несколько раз написали о том, что Игорь Крутой, это оказывается у нас такой интересный человек. Он в своих сторис дважды спалил, можно сказать, контору. Уважаемые организаторы шоу Маска, обратите внимание, пожалуйста. Сначала дело было так. Когда мы не знали еще, что пятым участником жюри будет Рева, Игорь Крутой выложил сторис, где Киркоров показывал ему что-то на телефоне, какие-то записи. И там Рева, в общем-то, мелькнул. Так все узнали заранее, еще до эфира, кто будет пятым участником жюри, пятым членом жюри. А в Исламе получилось все еще трагичнее. И, оказывается, тоже был подобный сторис, где в звукозаписывающей студии, если я не ошибаюсь, ну мне так написали, был Филипп Киркоров и Юсиф Эйвазов. И Киркоров бросает такую фразу, ну как я мог тебя не узнать или что-то в таком роде. Ну, в общем, там слово узнать, в общем-то, фигурировало. И оттуда многие тоже, так сказать, вынесли этот спойлер, удостоверились в том, что там Юсиф. И я когда это прочитала, я подрастроилась, потом думаю, да нет, наверное, все-таки нет. Вот качели у меня, конечно, спорная была ситуация, но вот так вот получилось. И это был Юсиф. Ну, я, конечно, расстроилась, я ждала Матвичука, я к ним познакомилась только благодаря шоу Маска. И, в принципе, рада, что хотя бы так, что хотя бы так, потому что открыла для себя Глеба его талант. Ну, сегодня не о Глебе, сегодня о Юсифе Эйвазове. Тоже достаточно приятно было на него смотреть. Еще раз он упомянул носорога, Кирилл Туриченко там сидел, опять что-то не довел его до слез, а предложил ему разделить это второе место вместе с ним. На это было, соглашусь, приятно смотреть. И выступление у него было красивое. И теперь давайте разберем подсказки от Вламы. Все их я расшифровала в пользу Глеба, а оказывается, они расшифровываются в пользу Юсифа. И вот, собственно, как. Первая подсказка. Я бы мог обнять со всей силой и случайно придушить всеми копытами. И означает она, что первые яркие роли Юсифа Эйвазова были в операх «Тоска» и «Отелла». Ну, «Отелла» понятно, придушить и все такое. Остальное, если честно, немножко недопоняла, наверное. Объясните, кстати, если кто полностью все понял. Признаюсь, когда я начинала петь, мне дровосеки сказали, что у меня вообще нет голоса. И означает, что в одном из интервью Юсиф сказал, что при поступлении в консерваторию педагоги сказали ему, что у него вообще нет голоса. Вот так вот бывает. Подсказка о том, что мы, Ламы, любим спорт, нам просто деваться некуда. Означает, что он должен держать себя в форме, как профессиональный артист. Поэтому последние годы активно заниматься спортом, скину уже 35 килограмм. Я сильно-то не особо никогда не обращала внимания на подсказки Ламы именно про спорт. Потому что, ну, не было никогда сомнений, как-то, наверное, мнения о том, что там какой-то спортсмен. Поэтому сильно эта подсказка не путала нас. Подсказка о том, что мы, Ламы, ценим сильные голоса, означала, что Юсиф Ивазов выступает на одной сцене самыми лучшими голосами мира. Это правда. Подсказка о том, как вам костюм мой. Мне очень нравится. Такой, знаете ли, винтаж. Так что я образец вкуса. Не правда ли, Филипп Бедросович? И означает, что, собственно, Юсиф предпочитает яркую экстравагантную одежду, как и Филипп Киркоров. Вот здесь зародились сомнения, вот здесь появился Портной, появился Игорь Гуляев и прочие люди с разными сторонами своей деятельности или фамилии, связанные с дизайнерством и вот с шитьем и со всем вот этим. Сильно вот тут вот увели в сторону, кстати, от Юсифа и от кого бы то ни было. Подсказка про тенор. Я тенор. Означает, что Юсиф Ивазов драматический тенор. Но, кстати, из всех нами разбираемых версий все были тенорами, поэтому о том, что эта подсказка сузила круг поиска, это, конечно, вранье. Не сузила, а только расширила, можно даже так сказать. Подсказка про то, что я вообще обожаю все такое ламповое и классическое, означает, что Юсиф поет классические произведения. Вы услышите песню, которая не просто ласкала мне слух, а прямо обволакивала меня всего. Вот это, кстати, классная тоже подсказка, мне очень понравилась. Это какая-то игра слов. Ласкала мне слух и название Ласкала один из самых известных оперных театров мира, в котором неоднократно выступал Юсиф Ивазов. Очень мне понравилась подсказка и понравилась расшифровка. Я эту подсказку не заметила вообще. Могу выступать на любой площадке, даже в консерватории. Ну, Юсиф неоднократно выступал в консерватории. Это понятно, теперь-то уж понятно. Как же я скучаю по своей родине. Там огромные горы, древние традиции, очень мужественные люди. Именно так мы расшифровывали, кстати, в пользу Юсифа. Это то, что он родился в Азербайджане, это его родина. Вот такие подсказки от ламы. Я думаю, что Юсиф Ивазов это такой прообраз в втором сезоне Ларисы Долиной из первого сезона. Я, кстати, как я вообще боролась с версией Ларисы Долиной, вы бы только знали. Я почему-то мне казалось, что ее там не может быть. Какую-то логику я приплетала. И, ну, я не удивилась, когда она сняла маску. Она такая, ну вот, все-таки так и есть. И вот с Юсифом у меня было что-то подобное. Я такая, ну вот. Ну вот, все-все говорили. Я не верила. Оказалось, так и есть. Ну, давайте посмотрим, как это было, как снимал маску лама. Звезда мировой оперной сцены, народный артист Азербайджана Юсиф Ивазов. И остался у нас победитель. Скажу честно, вот спросили бы у меня в самом начале, я бы никогда не подумала и, наверное, не назвала бы Джонни Крокодила в числе финалистов или там, тем более, победителем. Но это я сейчас говорю к тому, что он так вырос по ходу сезона. То есть первое выступление меня, например, сильно не цепляли. А потом стало видно, как меняется репертуар, как поет, как раскрывается. И когда уже даже мне стало понятно, что там Джонни, благодаря вам, благодаря вашим комментариям, я просто смотрела и думала, Джонни, неужели? Вот это да. И он становится победителем. Мне кажется, он до последнего не верил, что это так. И давайте посмотрим, что говорила я на протяжении всего сезона. И меня тоже тут, знаете, помотало от версии к версии. В этот раз я не услышала Соколовского совершенно. Если честно, никого вообще не услышала. Я уже не знаю, что думать. По поводу Крокодила просто взрывается мозг уже. Я не знаю, что думать. Но если исходить из того, что подсказки к концу сезона становятся более явными, я опять увидела намек на Влада Соколовского. И для многих это стало вот последней точкой, последней решающей точкой, чтобы отдать свое предпочтение в пользу Джонни. Я скажу честно, на меня это тоже очень сильно повлияло. Потому что, да, похоже. Остаются дольки сомнений. Я вообще не знаю, как вам показалось. Это похоже на Джонни? Почему-то мне показалось, что похоже на Джонни. И если вот так перебрать весь репертуар, как Крокодил пел, может быть, это Джонни. В начале у меня там был Соколовский. Потом я говорю, я вообще не знаю, что там. Потом я говорю, что у меня уже все, уже нет сил. Кто там? И тут мне начинают писать, это Джонни, это Джонни. Я сравниваю Джонни, делаю досье и понимаю, что да. Да, это Джонни. Кстати, если я не ошибаюсь, это единственный исполнитель, который исполнял где-либо уже те песни, которые исполнял в «Маске Крокодила». Потому что до этого, вот, ну, допустим, мы сравнивали, Матвий Чулк пел песню уже «Show must go on», и «Лама» это оказалось неверным. И кто же еще? «Портной», как молодо мы были, нет. А вот у Джонни я сравнивала только одну песню, «Синяя вечная» замечательную. Но мне сказали, что аж четыре. Ну, вот комментарии писали, что аж четыре песни. И «Take me to church» вот из последнего. Очень много получается, что где-то Джонни уже исполнял эти песни. Я уже был готов исполнять эти замечательные песни. Кстати, ладно, пускай, ничего страшного. Исполнил он хорошо. Действительно, я рада, что те, кто не знал, узнал, кто такой Джонни. Я знала. У меня практически все его песни в плейлисте, и теперь я их как-то по-другому слушаю, даже немножко смотрю. Практически с самого становления этого артиста, когда у него появились только первые песни, я стала его слушать. И тем сильнее я удивлена, что я сама до этой версии не дошла. То есть она не зародилась в моей голове, я это все прочитала у вас, благодаря вашим комментариям. И тем сильнее я удивлена. То есть он выполнил две задачи в шоу «Маска». Я считаю, что в шоу «Маска» в принципе, ну, наверное, две задачи. Это удивить и поразить. Это вот спрятаться в «Маске» и, собственно, вот каким-то вокальным данным удивить. Для меня лично он и спрятался, потому что 9-10 выпусков, наверное, ну, 9. Вообще я даже подумать не могла, что это он. И, конечно, как он разошелся к концу, просто какие песни он исполнял. Вокально он меня тоже удивил. Несмотря на то, что он певец, много поет, удивил. Реально классно. Вот всем, кто только сейчас, например, увидел, что это Джонни, кто он и как он, посмотрите еще другие его выступления и песни. Очень интересный артист. Но, кстати, знаете, вот если в первом сезоне всем участникам нужно было, нужно было это шоу, чтобы как-то сделать рестарт своей карьеры или как-то запустить ее, перезапустить, то в этом сезоне очень было много популярных в настоящий момент исполнителей. И Инна Дубцова, собственно, Джонни. Он чуть ли не номер один сейчас. Ну, на самом деле, из молодых, из недавно появившихся, он стрельнул так, что просто как ракета. И много-много-много других. Стас Пьеха, он поет, он и так известен. Единственный, кстати, извините, что я часто говорю, единственный, кого мы, наверное, узнали вот так близко, это Кирилл Туриченко. Вот кому-кому из всех масок действительно был нужен этот проект, так это Кириллу. И, знаете, я, наверное, все-таки скажу, что для меня наш Рог это победитель, лично для меня. Но я ни капли не расстроилась, что Крокодил стал победителем, потому что вот как-то так все расположилось по справедливости. Ну, вот в общем и целом, независимо от моих впечатлений, независимо от того, как бы я хотела, в целом, если взглянуть, все, в принципе, по справедливости. И вот, кстати, в досье Крокодила было 72 голоса за Соколовского и 338 за Джонни. Это примерно то количество, какое было за паршуту. И вот за Джонни очень много людей слышали там Джонни. Ну и тоже быстренько разберем подсказки. Интересная подсказка, я видела расшифровку ее. Люблю, когда мне кричат Браво. И она означает, что Джонни получил свой псевдоним благодаря героям мультфильма Джонни Браво. Именно так кто-то из подписчиков моих в комментариях расшифровывал эту подсказку. Я ее читала, поэтому сейчас не удивилась. Я была готова к такому повороту событий. Но помните, поначалу Браво переименовывали в Бис. И вот там появлялся как раз Соколовский. Сколько лет уже живу, никак не могу привыкнуть к тому, что водоемы замерзают. Означает, что Джонни родился в Баку, где никогда не бывает морозов. Я не думала, что это подсказка, но вот оказалось вот так. Я танцую разные танцы. Современные, уличные, даже народные. Вот означает, что Джонни все танцует. И даже народные азербайджанские танцы. Я, кстати, говорила из всех, кого мы подозревали в крокодиле. Вроде как все танцевали. И Джонни, я никогда не видела, чтобы он танцевал, а вот раскрылся. Вот узнала я теперь, что Джонни еще все современные танцы, и даже народные азербайджанские танцуют. Вот такое шоу Маска, столько открытий. У них же сплошная пустота в головах, и пустота хит Джонни. Знаю эту песню, но тогда не обратил на это слово вообще внимания. Кому-то со стороны может показаться, что я очень большая звезда. Звезда название еще одного хита Джонни. А вот такую песню не знаю, кстати. Сегодня вечером послушаю. Потому что пока не было времени, буквально только что посмотрела финал. Я этим хвостом могу тут такую вертушку устроить, что всех уложу. Вот у этой подсказки немножко такая шифровка. Джонни 7 лет занимался кикбоксингом. Вертушка, название одного из приемов в этом виде спорта. Далекая такая подсказка. Зашли издалека, но все как мы любим. Хочешь сальто сделаю? Джонни занимался паркуром, умеет делать сальто на месте. Джонни много чем занимался. Посмотрите, талантливый, разносторонний, как и многие другие маски этого сезона. Кстати, многих по-новому мы открыли. Да, вот я сейчас говорила, что многие популярны, но, например, популярного Стаса Пьеху мы таким не видели. И вот Джонни, я о таком Джонни я не знала. Моя личная жизнь закрыта. Один из принципов Джонни не афишировать свою личную жизнь. Очень хороший принцип, очень достойный. И действительно, никакой грязи и ничего вообще лишнего о Джонни я никогда не читала и не знала, не слышала. А весной, когда солнце скрывается за тучами и за окном дожди, хочется ярких эмоций. А за окном дожди название песни Джонни. Эту подсказку тоже кто-то из подписчиков именно так расшифровывал. Я читала об этом. Скажу по секрету, мы, крокодилы, любим поиграть с огнем. Мы на этом выросли. Джонни родился в Азербайджане, который называется страной огней. Я, честно говоря, не обратила внимания на эту подсказку. Ну, расшифровываться достойно очень интересно. И давайте сейчас, собственно, посмотрим, каким был этот финал, как снимал маску крокодил. Мы можем взять с тобой вино с гора и не получить его из-за погоды. Маску! Крокодил! И это... Крокодил по имени Джонни! И на этом все. Представляете, это финал. Это последний был выпуск маски. И это мой последний выпуск по маске. Мы с вами познакомились в феврале. Сейчас уже май. За окном жара, солнце и тепло. Я так рада, что мы с вами здесь все познакомились. Со многими я перешла даже в какие-то более дружеские отношения. И вообще от себя никогда этого не ожидала. И вам всем очень благодарна. И еще вот в целом хочу подвести итоги. Я уже говорила, все оказалось проще, чем мы думали. Мы все время искали чего-то хитренького, чего-то завуалированного, чего-то спрятанного. Оказалось, все вот как-то попроще, что ли. Вот я в первом сезоне все усложняла. Я вам уже говорила, что я кроме Анатолия Цоя на всех других масках думала, что там кто-то другой. Мне постоянно хотелось, чтобы кто-то другой. Я чего-то какого-то хотела, экшена какого-то. Оказалось, вот все так. И поэтому в этом сезоне я была более как там, если уж это слышно, то это слышно. Не обращая внимания ни на что, кто бы что ни говорил. Лобода, Ярушин, нет, стоя на своем. И так и получилось, я очень рада. Но вот Лама и Крокодил меня удивили. Что еще хочу сказать, после финала была программа «Звезды сошлись», где Тимур Ванштейн сказал, что третий сезон маски будет. И будет он 13 февраля 2022 года. То есть через год уже даже меньше мы снова увидим маску. Снова будут новые маски. Я, конечно, в предвкушении. Что еще такого интересненького придумывают. Но буду ждать. Не знаю, каковы, а я буду ждать. Очень мне понравился и второй сезон. Кардинально, мне кажется, отличается от первого. Очень много разных новшеств было введено. Мне понравилось. Было интересно. И я надеюсь, что я вам чем-то помогла за все это время. Всеми своими работами. Надеюсь, что вы меня не покинете. И вам будет интересно дальше быть со мной и наблюдать за мной. И помните, в конце досье на Ламу я вас попросила как-то отреагировать на мою идею о видео на Евровидении. На Евровидении 2021 года. И многие меня поддержали. Я такой же опрос делала в своем телеграм-канале. И вот такое процентное соотношение голосов получилось. Я понимаю, что кому-то просто неинтересна эта тема. Кто-то был со мной только ради маски. Это тоже все понимаю прекрасно. Спасибо вам за это время, проведенное со мной. И я вам обещаю, что в скором времени будут видео, по крайней мере весь май, наверное, посвятим видео на Евровидении. Сначала я вам расскажу о том, что я помню, какие были мои любимые номера, какие любимые мы были победители. И, в общем, все-все-все-все-все-все-все-всю историю вам расскажу. А дальше уже будем разбирать полуфиналы и, собственно, и финал. В общем, май у нас будет посвящен Евровидению. А дальше посмотрим, что-нибудь интересненькое еще с вами, я надеюсь, придумаю. Спасибо еще раз вам огромное за ваши добрые слова. Вы мне такую поддержку оказали, что, ну, словами просто не передать. Я надеюсь, что мы с вами все останемся друзьями. И, наконец-то, под этим видео все будет в порядке. Все помирились, все смирились с тем, кто оказался под маской. Никакого негатива больше не будет. Еще раз вам спасибо. Это был канал Календарио. Мы не прощаемся. Впереди много интересных видео. С вами была Аня Лапа. Пока-пока.